Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход» и сегодня будем читать 15 главу этой книги. В этой главе содержится торжественная песнь Моисея и Мариам. И рассказывается о том, как Моисей делает воды Меривы сладкими. «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море». «Пою Господу» – это, в общем-то, обычное начало многих хвалебных гимнов, нечто подобное мы видим в книге «Судей» 5.3, в «Псалтыре» 88.1, 101 и 107.1. То есть это такое торжественное вступление песни. Надо сказать, что песня Моисея, которую мы сейчас изучаем, это одна из первых библейских песен. И мы знаем, что Церковь в годину «Искушение» будет петь песнь Моисея и песнь Агнца. Об этом говорится в книге «Откровение» Иоанна Богослова. Поэтому то, что здесь поется, имеет отношение и к последним гонениям, то есть к последнему исходу, когда народ Божий будет выходить уже в формате Христовой Церкви из Царства Антихриста. «Пою Господу» – здесь слово «пою» стоит в будущем времени, что указывает как бы на последнее прославление Бога, когда будет освобождение от власти Антихриста. Древние экзегеты считали, что это указание на то, что Моисей, который пел эту песню на земле, он будет петь ее и в Царстве Божьем по воскресенье из мертвых. «Пою Господу, ибо он высоко превознес коня, и всадника его вербнул в море». На самом деле, когда происходит падение, тем более в море, то всадник отделяется от коня, а конь отделяется от всадника. Здесь явное такое чудо. Скорее всего, эти всадники запутались в стременах с помощью которых они старались управлять конями. «Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он – Бог мой, и прославлю Его, Бога Отца моего, и превознесу Его». Действительно, наша крепость только в Господе, и слава наша – это слава Господня. И третий стих, здесь опять повторяется имя Божие, как в первом стихе. «Господь – муж Брани, Иегова – имя Ему». Надо сказать, что имя Божие – Яхве, Господь упоминается в этой песне десять раз. «Господь – муж Брани, Иегова – имя Ему, колесницы фараона и войска Его, ввергнул он в море, и избранные военачальники Его, то есть этого войска, потонули в Черном море». Не просто ввергнул, буквально столкнул в море, то есть это было какое-то решительное действие Богу. «Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень». Итак, мы видим, что их погружение в пучины было очень стремительным, как камень. «Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». Десница все время указывает на божественное милосердие, точно так же, как Господня Шуица указывает на правосудие. Возникает вопрос, какое же это было милосердие по отношению к египтянам. Это было милосердие по отношению к евреям, которые таким образом были спасены от преследования египтян. И мы читаем седьмой стих «Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому». Здесь мы видим как бы чередование образов. В одном случае египтяне называются как камень, который быстро-быстро погружается на дно. А здесь они называются как солома. Как солома, которая не погружается на дно, она плавает какое-то время на поверхности. И существует очень древнее объяснение этой сложности. Те египтяне, которые лично как бы не участвовали в уничтожении народа Божия, они потонули сразу и легко, как камень идет на дно. А те, которые участвовали в каких-то злодеяниях, они как солома, еще долго барахтались на поверхности воды. «Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому». То есть здесь, казалось бы, они все тонут в воде, причем тут попаление, которое бывает от огня. Возможно, что все это сопровождалось громом и молниями, которые били прямо по воде, где барахтались египтяне. «От дуновения Твоего раступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря». Огустели имеется в виду, что они стали, как стена с одной стороны и с другой. «Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Вот такое было решение фараона и его людей погубить евреев. Но здесь в этом решении отсутствует логика. Если они выглядят как беглые рабы, беглых рабов надо поймать и вернуть к их господам. Зачем же их умерщвлять? Похоже, что здесь дух мщения, он начал преобладать над здравым рассудком, и для египтян главное было в этот момент отомстить за своих первенцев. При этом они не вспоминали того, что они сами топили еврейских мальчиков, когда рождались младенцы мужского пола, их бросали в воды Нила. А теперь и сами египтяне будут потоплены подобным образом. Мера за меру. То есть из наказания мы видим, за какую вину люди получают то или иное наказание. «Ты дунул духом твоим и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах». Вот третий образ. Значит, у нас есть образ камня, соломы и свинца. А свинец еще быстрее погружается под воду, чем нежели камень. И о таких можно сказать, что их смерть стала мгновенной. Значит, здесь речь идет о праведниках среди египтян. Иногда бывает, что праведники оказываются во вражеской армии, но даже их наказание, оно отличается от того, как наказываются другие. «Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величественен, святостью, досточтим, хвалами, творец чудес». На самом деле здесь не происходит сличения Господа с другими богами. Во-первых, потому что никаких богов нет. Это такие поэтические образы, потому что Господь вел войну с Египтом, точнее, с богами Египта, то есть с их суевериями, с их религиозными предрассудками. Господь здесь назван творцом чудес. Действительно, чудеса проистекают от Бога непосредственно или по воле Бога. Чудо – это всегда нарушение законов природы. Но законы природы установил тот, кто и создал саму эту природу. А если он создал природу, он может вносить любые коррективы. Далее мы читаем. «Ты простер десницу твою, поглотила их земля». Вот здесь речь может идти о том, что вот та земля, которая размокла, та земля, илистое дно, которая разверзлась перед ними. Но в древнееврейской экзегезе говорится о том, что вот все египтяне, которые потонули, они были похоронены в землю. Почему? Давайте вспомним, что в книге «Бытия» рассказывается о том, что когда умер патриарх Яков, то Иосиф отправился хоронить его в пещеру Махпела, в Святой Земле, и египтяне пришли, все вельможи, правители, в Святую Землю, чтобы хоронить патриарха Якова. И такой они плач подняли, эти египтяне, что местные жители, хананияне, назвали эту местность плач египтян. И вот за то, что египтяне, они оплакивали патриарха Якова в момент его погребения. Да, они потонули здесь за свое нечестье, это уже было, скорее всего, другое поколение, точно другое поколение, но они будут тоже похоронены, то есть их тела, они не будут разложены в воде. Ты простер десницу твою, то есть как бы акт милосердия уже по отношению к ним самим поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Жилище святыни Господней – это святая земля, которая как бы подножие его ног. Вот здесь обращает на себя внимание то, что Господь ведет их милостью, не правосудием, а милостью, потому что если бы Господь поступал бы с ними, с евреями, по правосудию, так же, как Он поступал по правосудию с египтянами, то их тоже надо было бы потопить. Потому что все согрешили, как сказано в Писании, и все лишены правды Божьей. Но верующие в Бога получают возможность наслаждаться божественным милосердием. А неверующие как бы сами отказываются от божественного милосердия, отрицая существование Бога в этом мире. Услышали народы и трепещут, а ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья и домовые, трепет объял вождей мавицких, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да немеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. И из последующих, после пяти книжек книг, мы видим, да, действительно, народы Ханаана, и здесь называются филистимляне, как наиболее воинственные, все были напуганы вот слухом о том, как Бог потопил египетское войско, потому что египетская цивилизация в том регионе, это самая серьезная цивилизация, цивилизация гегемон, которая доминировала и в том числе в военно-политическом смысле. Если Господь погубил такую совершенную армию, то он может тем более уничтожить семь народов Ханаана. «Веди его, то есть народ, насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты садил жилищем себе. Господи, в освятилище, которое создали руки твои владыка». Здесь опять вот земля Господня предстает перед нами, Эра Цесраэль, земля Израиля, как именно некое жилище Бога. Это территория Бога, и мы об этом часто говорим. Есть опасность, когда люди сходят с территории Бога. Если бы евреи остались бы в святой земле, а они пошли бы в Египет, хотя Господь и на это дал согласие, то не было бы и египетского рабства. 18 стих. «Господь будет царствовать вовеки и в вечность». То есть Он настоящий царь, Он настоящий владыка этого мира, потому что по праву Творца, как я часто объясняю, Он является единственным собственником во Вселенной. «Когда вошли кони фараона с колесницами его и ссадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря». Итак, вот мы видим эту песню Моисея. Это песня победы народа Божия над фараоном и его войском. Как я уже сказал, в апокалипсисе сказано, что христиане последних времен будут петь эту песнь Моисея, потому что христиане последних времен будут воевать с Антихристом, с этим последним фараоном, который установит свою власть в планетарном масштабе, и чтобы осуществить исход из-под власти Антихриста, им как раз и поможет эта песнь Моисея. И они будут петь две песни. Это песня Моисея и песнь Агнца. В некотором таком экзогетическом понимании песнь Моисея – это Ветхий Завет, а песнь Агнца – это Новый Завет. То есть христиане последних времен будут иметь меч обоюдоострый, как он называется в Библии, в Новом Завете. Слово Божие есть – меч обоюдоострый, то есть заточенный о двух концах. Это книги Ветхого и Нового Завета. И вот когда песнь еще звучала, точнее окончилась песня Моисея, мы читаем 20 стих, «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием». Здесь о сестре Моисея, Мариам, говорится, что она сестра Ааронова. Почему? Потому что здесь не упоминается об Аароне. И чтобы хотя бы в таком контексте упомянуть о нем, говорится, что Мариам, она была сестра Аарона, чтобы его имя прозвучало при этой возвышенной песне. Она выходит с тимпанами, за ней идут женщины с тимпанами и ликованием. Кстати, в еврейской древности считалось, что если женщины поют без музыкальных инструментов, скажем так, вот обнаженный женский голос, он может смутить мужчин, у них могут появиться какие-то похотливые чувства, поэтому женщине прилично петь с музыкальными инструментами, хлопать в ладоши, бряцать тимпаном, чтобы не так соблазнительно действовал бы на мужчин ее обнаженный голос. Такое интересное объяснение. Оно существует достаточно с древних времен. Здесь Мариам названа пророчицей. Без сомнения, не только Мариам была пророчицей, мы знаем, что Сара, жена Авраама, была пророчицей, причем более великой, чем сам Авраам, потому что Господь однажды сказал Аврааму ее слушайся. То есть муж должен был слушаться жену, не как жену, а именно как более серьезную пророчицу. В Библии говорится, это подтверждает традиция, что были женщины-пророчицы, среди них и свирь, и другие женщины. «И воспела Мариам пред ними, пойте Господу». Здесь уже идет песнь Мариам, а после песни Моисея. «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника, он вергнул в море». То есть это было что-то удивительное, что как бы всадник не отделяется от коня. И повелел Моисей израильтянам, конечно, со временем и записать эти песни, иначе бы они не попали бы в Писание. Далее мы читаем. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне, и не находили воды». Вот странствование евреев по пустыне, на самом деле, это образ странствующий в этом мире христианской церкви. И апостол Павел пишет, что все, что было с ними, то есть с древними евреями, это в прообразах для нас, то есть для христиан, достигших последних времен. Церковь земная так и называется странствующая или воинствующая, в отличие от Церкви Небесной, которая называется торжествующей. И вот они шли три дня в пустыне и не находили воды. Не обнаружение воды – это как бы жажда о слове Божьем в аллегорическом прочтении. «Пришли в мэру и не могли пить воды в мэре, ибо она была горька, почему и наречено тому место, месту имя мэра». Считается, что, возможно, это води Гавара, что находится к востоку от Суэцкого залива, в 80 километрах южнее от северной оконечности. «И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что вода была горькая. Что это значит? Если вода является символом Слова Божия, почему же эта вода горькая? Грешнику тяжело читать закон Божий, потому что каждая заповедь обличает грешника, каждая заповедь осуждает его. И он испытывает горечь от того, что читает, хотя он понимает, что это Слово Божие. Но древо, которое бросается в горькую воду, это символ Господня Креста. А с креста Иисуса Христа, с этого голгофского древа, начинает действовать уже не закон, а благодать Святого Евангелия. И если бы мы имели бы только Ветский Завет, как иудеи, мы были бы несчастнейшие люди, потому что никто не может все это исполнить, это совершенно очевидно. Но мы имеем и Евангелие. Как сказано, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. И вот благодать Божья, Божье прощение, Божье милосердие как раз устраняет вот ту горечь, которую нам могут причинять заповеди, которые являются обличением каждого из нас. И о Христе сказано в Новом Завете, что Он все рукописание наших грехов, то есть то, что написано о наших персональных грехах в законе Божьем, властной рукою пригвоздил к древу креста. Таким образом, крест Господень, Он преодолевает для нас эту горечь и делает эту воду всего библейского откровения сладкой. То есть и Ветхий Завет, если мы воспринимаем с точки зрения нового, он являет нам образы и указует на Христа. Итак, вода стала сладкой, она была горькой, казалось бы, достаточно, чтобы она стала бы пресной, но она стала даже сладкой. И далее мы читаем, «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Но вернемся немножко выше. В 25 стихе мы прочитали, что там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Что это за устав и закон? Считается, что Моисей был там провозглашен царем. То есть он стал полновесным правителем своего народа и по праву царя он начал вершить суды по тем заповедям, которые ему дал Господь. И последний стих сегодняшней главы. «И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев и расположились там в станом при водах». О чем это? 12 колен еврейского народа. Для каждого колена, они же выходили ополчениями, то есть организовано по коленам, был свой источник воды, а 70 финиковых деревьев, пальм, было 70 старейшин, избранных Духом Божьим для того, чтобы они помогали Моисею судить народ. Но это произойдет позже. Но эти люди, скорее всего, уже тогда были очень авторитетные, то есть цадики, праведники своего времени. И ради них вот эти пальмы финиковые, которые являют сладость этих фиников, и в этом оазисе прохладная вода. По отношению к христианской истории 12 колодцев, это, конечно же, 12 апостолов Иисуса Христа, а 70 финиковых деревьев, это апостолы из числа 70, которые укрепляли церковь и распространяли веру среди всех племен, народов и языков. Итак, мы видим, как Ветхий Завет раскрывается в Новом, как Новый Завет живет в Ветхом. Как и сказано, все Писание полезно для научения, для наставления. Спасибо вас, Господь!